Да, естественно, разговор. Да, Виталь, насчет Европы. Ты наверняка знаешь уже, что туда готовится очень много известных спортсменов. Тебя мотивирует наличие звезд, имен, фамилий в твоей категории? Конечно, мотивирует. И в основном это является самым главным и основным стимулом для подготовки соревнований на чемпионатах такого уровня. Далее. Твой переезд в Москву был достаточно прогнозируемый. На мой взгляд, человек со стороны. Но у тебя никогда не стоял выбор между Москвой и Питером. Изначально была только Москва или все-таки ты Питер рассматривал как вариант? Обязательно. И Питер рассматривался. Но, естественно, каждый человек выбирает то место, где он видит больше плюсов. Это естественно. И я выбрал Москву. В Москву. То для тебя это больше плюсов? Да, естественно. И в карьере, и в бизнесе? Лично для меня, да. Виталий, скажи, а вот твой переезд в Москву, вернее, твои какие-то надежды, чаяния, они оправдались? Или все-таки все не так, как ты представлял себе? Да, дело в том, что они даже превзошли мои ожидания. Виталий, давай вернемся все-таки к твоему тренингу. Многих интересует, как тренируется Виталий Фатий. Вот что ты можешь сказать? Как тренируется Виталий Фатий? На данный момент. На данный момент у меня 6 тренировок в неделю. Кардио? В общем, у меня все секреты рассказать не буду, то, что я сейчас делаю. Ну, это же не секреты сколько кардио? Ну, это уже ранее секреты. Сколько кардио? Да. И я использую кардио в течение года. Делаю его, как минимум, 5 раз в неделю. По воскресеньям у меня, как правило, 2 часа ходьбы. Так что, скажу вам, кардио на подготовке у меня более чем достаточно. А, ходишь в основном в зале или по улице, когда погода поваляет? В зале, в зале. Но я использую и эллипсы, и велотренажеры, и дорожки, и стейли. Я делаю все, да. Иной раз чередую, иной раз это делаю вместе с прессом. То есть, в течение 30 минут я могу слезть, делать пресс, потом опять занять позицию боевую на беговой дорожке, отходить еще вперед. А вот силовые тренировки. Ты говоришь, что у тебя сейчас 6 тренировок в день. У тебя сплит 6-дневный в неделю? 6 тренировок в неделю. У тебя сплит 6-дневный? Или ты... Скажем так, сплит 4-дневный, но я его растянул на 6 дней. Я так комфортно себя чувствую, когда тренировки короткие, но они интенсивные. У тебя примерно тренировок минут 40, наверное, или побольше? Да, 40 минут. Ну, это оптимальный вариант. Я тоже к этому пришел, что проще тренироваться про чаще, но понемногу. Как считаешь это? Естественно, конечно. Потому что тренировка – это физический стресс. И если его задавать дозированно, чтобы организм успествовал восстанавливаться, то, естественно, результаты не заставят себя ждать. А восстановление у тебя как проходит? То есть ты восстанавливаешься быстро, тебе достаточно 8 часов поспать, и ты готов к новым совершениям, либо тебе нужно поспать 10 часов? Скорее, да. Скорее, да. Но в основном это большую роль играет мотивация. Естественно, ты всегда заряжаешься позитивно, даже если у тебя не получилось поспать те же 8 часов. Все равно идешь и не обращаешь на это внимания. Ну, почему на автомате? Вот у меня, допустим, есть четкое правило. Все тренировки нужно делать, ну, скажем так, с любовью. Обязательно нужно у себя вызвать состояние хорошего настроения. На позитиве? Только позитив дает результат. Если человек приходит как робот, он, естественно, и будет получать не энергию взамен, то есть, как это полагается, да, человек отдает энергию и получает в 2 раза больше, если он это делает с каким-то определенными положительными мыслями. Если он делает это как робот, то, естественно, опять-таки он просто вырабатывается. Будьте позитивными. Психология, что... Советую, Виталий Хокеев, будьте позитивными. Это главный день. Виталий Хокеев Скажи, пожалуйста, а вот есть ли у тебя хобби какое-то, увлечение? Может, ты собираешь жаби-лапки или коллекционируешь патефоны? Да, ты угадал, кстати. Жаби-лапки я собираю с детства. А вот и столь он говорил, что нет, что не собираешь жаби-лапки. А ты видишь, как... Да. Моим хобби является игра на гитаре. Может, домашние животные какие-то есть? Домашних животных, к сожалению, нету. Я очень люблю кошек. Но как-то не удается завести. Я думаю, в скором будущем появится. А на гитаре ты как профессионально играешь? Давно? Не настолько профессионально. Я учился в музыкальной школе. Но не закончил полностью. То есть там где-то... Но увлечение осталось. Увлечение осталось. Оно идет со мной по жизни. Вот. Поесть? Также люблю, да, поесть. Ты угадал. Люблю рыбалку. Я тебя, как увидел, сразу решил, что вот этот парень любит поесть. Да. Да. А рыбалка, вот интересно, ты куда-то ездишь, летаешь? Либо это... Астрахань. Астрахань. В основном это Астрахань, потому что, естественно, если рыба, то это Астрахань. Виталий, а можешь продемонстрировать? Какую рыбу? Да, да, да. Ну, любого рыбака спрашивают. Вот так вот. Виталий, а хоть руки большие, он может словить большую рыбу. Астрахань, скажи, а вот есть ли у тебя мечта? Интересно знать, о чем мечтает Виталий Фатеев? И мечтает ли? Ну, естественно, мечтает. У меня, как у любого другого нормального человека, есть мечта. И я ее мечтаю. И я ее мечтаю, да. Скажем коротко. Рассказывать мне. Спасибо. Виталий, было интересно с тобой поговорить. Я думаю, не только мне, но и нашим зрителям будет интересно посмотреть. Спасибо тебе за то, что позвал гостя, хотя у тебя остается очень немного времени до турнира. Пожелаю тебе удачи. Спасибо вам большое. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова